Слава, сообщения, с просьбой помолиться о нём. Какие были удивительные слова. Мне очень тяжело. И когда уже кончатся мои метарсы, я так же ропщу, как и ты. И я думаю, Господи, уж как ему-то тяжело после операции. Если кто проходил это время после операционной тяжёлой, знает, что это такое. И как я устыдился, как мне стало стыдно. И вообще, не испытывая таких страданий, как важно нам понимать, что Бог каждому из нас даёт свой крест. И бывает и тяжело. И бывает расслабляешься. И бежишь куда-то непонятно куда. Но Господь всё равно идёт. И вот эти малые моменты, которые мы получаем из Евангелия, они наши маячки. Когда мы ощущаем себя блудным сыном, который через страдания, через голод, но всё-таки вернулся к Отцу. Через уничижение, но вернулся. И вот тогда, когда мы представляем себя стоящими на страшном суде, вот тогда-то и нужно нам понять смысл нашей жизни и смысл всех страданий и страданий наших близких. Мы все взаимосвязаны. И если кто-то страдает, то это и моё сердце. А если кто-то за меня молится, то значит и моё сердце молится. И сейчас, когда мы готовимся вступить в подбище Великого Поста, как важно нам понять смысл нашей жизни, чтобы мы попусту не теряли время, потому что мы не знаем, сколько каждому из нас отведено. здоровый человек стоял среди нас совсем недавно. Уже он пристал перед Богом. Молодой. Поэтому мы должны понимать, что никто из нас не застрахован от того, что завтра, то и сегодня, предстанет на страшном суде Христово. И чем мы тогда оправдаемся? Сплетнями? Осуждением? Якобы благими делами? Если у нас нет смирения. Если у нас нет покаяния. То если мы и будем думать, что мы делаем доброе дело, это дело у нас в ад верно. Потому что не свое мы на себя берем, осуждаем. А покаяния нет. Это то, что с нас спросит Господь. И спросит строго. И помните, что совесть наша не даст нам утаить ничего. Совесть наша как огонь, как пламя возгорит и она нас отречит во всех наших деяниях. Поэтому сегодняшний день это момент истины. Это тот момент, когда мы должны перейти какую-то черту и оставить за этой чертой то, что мы делаем не так, что нам не надо, что является тормозом, преградой в наших отношениях с Богом. надо научиться и послушаем, и покаянием, терпением. И когда примешь все как волю Божию, а не человечеству, тогда и все станет на свои места. И тогда некогда нам будет заниматься пустословием, осуждением. Тогда дай Бог бы нам покаяться. Дай Бог бы вспомнить, в чем нам надо каяться и как нам предстоят и злые. Пасхências ... ... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok